Именно с этого места 30 октября 1837 года отправился первый российский паровоз, проворный. Его вел конструктор, австрийский конструктор-инженер Франц фон Гесснер. Это красивейшее место в городе Санкт-Петербург. Сегодня мы побываем под этими сводами, мы подробнее расскажем вам про сам вокзал. Изначально здание Витебского вокзала было построено из дерева. Но вот уже в 1852 году архитектор Константин Тон сконструировал и построил его в камне. То здание, которое мы видим с вами сейчас, было построено уже в начале 20 века. Если мы с вами на него внимательно посмотрим, мы сможем заметить, что его правая часть похожа на трубу, а левая на кабину машинист. Таким образом у нас с вами получается поезд. Также давайте обратим наше внимание на стену правой, левой стороны. И там мы видим изображение двух гербов. Санкт-Петербурга и Витебска, конечной точки. Также вокзал был разделен на два входа. Первый вход предназначался для пассажиров первого и второго класса. А второй для пассажиров третьего класса. Также был сконструирован царский павильон. Специально для царской семьи. Но о нем мы с вами поговорим чуть позже. Это памятник русским воинам, которые отправлялись на места боев с началом Первой мировой войны в 1914 году. Памятник выполнен в общей форме, в форме креста православного. И это такая часть вагона железнодорожного, в котором воины едут на фронт. Сзади памятника есть подпись, в каком году он установлен, когда открыт и в честь чего. Я сам помню, как он открывался. Был на месте в тот день, когда его открывали. Также интересно тут стоит отметить, что сзади, где мы видим именно форму креста, скульптор, сымпровизировал такие следы от попадания снарядов в вагон. Вокзал, кстати, до сих пор действует. Он хоть и исторический, и памятник. Отсюда уезжают пассажиры каждый день. С этого перрона, например, отправляется поезд в Великие Луки. Это место очень интересное тем, что здесь снималось очень много фильмов. Здесь снимали и Шерлока Холмса какую-то серию. По-моему, даже первую серию Шерлока Холмса классическую, где они познакомились с доктором Ватсоном. Технология. Технология примечательная тем, что это ручная сборка практически. Это заклепки. То есть все вот эти конструкции, которые держат своды, которые являются одним из главных украшений вокзала, это все собрано на заклепках. Строили достаточно быстро. Все это собрали. Все это до сих пор стоит. Конечно, подвергалась и ремонту, и реставрации, но достаточно надежная конструкция. Она в себе сочетает как технологичность, так и некоторый такой художественный элемент. Вот вы можете видеть на сводах в виде цветочного орнамента, украшения. Вот здесь, где начинается уже общий свод цветы из металла. Сюда встроены также системы водостоков, то есть на опорах водосточные трубы, они с самой крыши, и вода у них уходит в водосточную систему под перрон, под железную дорогу, и уходит в канализацию. Вот это место одно из самых высоких на вокзале. Тут над уровнем города порядка пяти метров. Бюст Николая I на лестнице встречает пассажиров. Большое красивое пространство. Вот там, кстати, зал ожидания, где снимали... Рязанов снимал фильм «Покзал для двоих». Вот это очень интересное место. Это остатки набережной Веденского канала, который соединял обводный канал и фонтанку. Очень символично, что канал перестал существовать в те годы, когда железные дороги в России наоборот стали развиваться интенсивно, очень быстро. Железные дороги, паровоз, поезда изменили Россию, сделали из нее другую страну. Вот мы и подошли с вами к царскому павильону и можем полюбоваться его отреставрированным фасадом. Внутри работы еще ведутся, но я уверена, что вскоре мы с вами сможем полюбоваться и внутренним убранством. А сейчас же давайте поговорим, что это за здание. Название говорит само за себя – царский павильон. Именно отсюда семья Николая II отправлялась в свою императорскую резиденцию в царском селе. Для этого были приспособлены первых два пути. Сейчас же именно с них отправляются электрички в пригород. Вот это тот самый мост, из-за которого было принято решение делать такую высокую насыпь железной дороги у Витебского вокзала. Поэтому он так высоко, собственно говоря, расположен. Была задача сделать как можно более высокий мост в целях проведения судоходства по каналу. Потому что в то время канал был судоходный. По нему ходили разные баржи, пароходики, которые таскали разные грузы. На тот момент это был самый высокий мост, через заводный канал. Как мы видим, у него примерно такие же технические решения, инженерные решения и внешний вид вот этих железных конструкций, которые мы видели в самом вокзале, где стоят вот эти ажурные столбы, которые поддерживают своды вокзала. Все. Ну и сейчас, если нам повезет, мы увидим, как там едет какой-то поезд и тем, как там едет какой-то поезд. Продолжение следует...